Интернет Чтобы решить эту проблему кардинально С вами Сергей Дружков Хайпанем немножечко Погружение в мировую паутину я решил начать с новостей интернета Логично, не правда ли? Эта неделя запомнится многим пользователям сети как страстная На официальном твиттер-аккаунте популярного порносайта XHamster Появилась информация о снятии блокировки на территории России Как только я узнал об этой новости То сразу же захотел проверить информацию Но делать этого не стал Потому что мои мысли были увлечены вопросом Что же побудило сильных мира сего Открыть доступ к этому порталу? Я обратился к потокам моего сознания И четко сформулировав вопрос Начал ждать ответа К сожалению, ответа долго не было И мне пришлось посетить данный портал Как только страничка загрузилась, я все понял Все дело в одиночестве Скорее всего, кто-то из тех, кто принимает решение о блокировке сайтов Расстался со своей любимой И с помощью контента этого портала Решил задушить свое одиночество Печальная история Помимо людей, которые борются с одиночеством в сети Есть люди, которые борются с его отсутствием Один из таких людей – Павел Дуров Павел Дуров удалил всех своих друзей социальной сети ВКонтакте Написав на стене пост Друзья в социальных сетях – явление из 2010 года Сначала я согласился с Павлом И тоже захотел удалить всех друзей Ведь действительно, все, с кем я по-настоящему дружу Добавлены в мою телефонную книжку Зачем мне нужны социальные сети? Но потом мне пришло уведомление Напоминание о дне рождения одного моего друга И тут я задумался Если я удалю всех друзей Значит, я не смогу поздравлять их с праздниками И это вызвало у меня страх Потому что ни один человек не сможет запомнить 7389 дней рождения Даже я А я пытался Проверенный источник из Фейсбука сообщил мне Что там набирает популярность следующий видеоролик Уверяю, если это видео окажется в правильных руках То оно станет популярным Я надеюсь Стоит лишь добавить какую-нибудь остроумную надпись То, что вы увидели, называется мем Каждую неделю интернет пополняется новыми и новыми мемами Подробнее о них в нашей постоянной рубрике Биржа мемов Здравствуйте, студия Лев Шагиняна, это Биржа мемов О том, какими мемасами запомнилась уходящая неделя, расскажу вам прямо сейчас Погода сейчас будоражит, вы сами видите, что происходит Поэтому мемы про апрель сейчас в тренде Ну, давайте взглянем на график Посмотрим, как вели себя юзеры Вот мы видим, что активность школоты напрямую зависит от температуры за окном Чем она, соответственно, ниже, тем выше ее активность Именно по этой причине вкладывать свои лайки в эти мемы я не советую Так как уже на следующей неделе ожидается резкое потепление Которое активизирует мемы про шашлыки Идем дальше Мем с Леонидом Агутином начал резко сдавать свои позиции По прогнозам админов из крупнейших пабликов Несмотря на некоторое падение, мем еще долго будет оставаться на экранах мониторов Ну что ж, хочется верить в этом На обширной карте мемасиков также очень заметны мемы про Форсаж 8 Который вышел в прокате совсем недавно Пользователям удалось поорать с баянов на тему количества частей франшизы Ну и количество лысых актеров в ней Ну и мы плавно подошли к мему с самыми высокими показателями На этой неделе это мем про Versus Battle, в котором склеснулись известные блогеры Эксперты, конечно, предсказывали настоящий библейский потоп из мемасиков Ну и по всей видимости, мемы про Versus будут актуальны как минимум до середины следующей недели Поэтому я определенно рекомендую лайкать и репостить мемы про Versus Даже если вы вообще не в курсе, что это такое Хотя бы для того, чтобы ваши друзья знали, что вы в теме Ну что ж, на этом у меня все С вами был Лев Сагинян и Биржа Мемов Спасибо, Лев Изучая мемы, я заметил, что зачастую фотографии не всегда соответствуют надписям внизу и вверху Поэтому я попросил одного своего товарища устроить популярный в интернете розыгрыш Пранк Насколько мемы совпадают с тем, что происходит в реальной жизни? Сегодня мы попытаемся разобраться в этом Сегодня мы разберемся, насколько мемы совпадают с тем, что происходит в реальной жизни Итак, начнем Подскажите, где белорусский вокзал? Ага Спасибо Ты красивая? Нифига себе у тебя подворота У вас у всех классная задница Это был Кирилл Лаврухин специально для Дружко Шоу Мы за правдивые мемы Ютьюб Ютьюб — это островок в сетевой паутине, защищенный от вредоносных вирусов, надоедливого спама и бесконечной рекламы Но и эта идиллия не могла длиться вечно Вечно только любовь Даже в таком укромном месте обычному юзеру пришлось столкнуться с аномалией Я говорю про раздел в тренде В этом разделе с недавних пор начал появляться видеоконтент турецкого, индийского и кубинского производства Я не склонен подозревать всех во всем Но, скорее всего, это какой-то заговор Мне кажется, что в глобальной сети стали образовываться черные дыры Которые поглощают информацию с одной стороны и выдают ее с другой Поэтому, скорее всего, где-то на том конце планеты кубинцы и индусы недоумевающе смотрят на Макса Плюс 100500, Иван Гая и Реда 21 А также на других гуру российского Ютьюба Пока этот феномен не изучен такими известными умами Ютьюба, как Ян Топлес или Кей Нам, рядовым юзерам, остается ждать В надежде на то, что эта ситуация разрешится сама собой Все чаще, желая посмотреть обычные челленджи или DIY на YouTube, я натыкаюсь на серьезный контент Кому это выгодно? Кто таким образом пытается подняться за счет молодежи? По-моему, ответ очевиден Во всем виноват Алексей Навальный Я попытался во всем этом разобраться и чуть не сошел с ума от увиденного Факты сами собой складывались в картину Его интервью в программе Дудь, которую ведет тщеславный человек, назвавший шоу своей фамилией Это вишенка на торте хайпа Как человек, давно обосновавшийся в интернете, я хочу дать совет Алексею Добавьте немножко позитива Попробуйте снимать скетчи, вайны Либо подсмотрите какой-нибудь интересный формат на Западе Воровать неплохо После просмотра в Versus Battle я остался в недоумении Более 10 миллионов просмотров за два дня Это ли не мистика? Для тех, кто не знает, объясню Versus — это когда два человека выясняют отношения рэпом Давайте воссоздадим событие Изначально мы видим, как Джарахов, чувствуя приближающийся провал Ларина Предлагает считать ему первым Но тот отказывается Возможно, это и стало причиной столь провального выступления Сложно сказать однозначно, но я попробую Я не знаю После перекидывания монеты первым начинает Джарахов И мы слышим мощные рифмы и панчи Я не понял Этой фразой можно описать весь раунд Дмитрия Ларина После этого нас ждут несколько раундов, которые повторяют первый Дмитрий Ларин, в свою очередь, повторяет фразу Пятнадцатый год Я провел собственное расследование И попытался выяснить, что имеет в виду Дмитрий Ларин Яндекс предложил мне один из вариантов Пятнадцатый год-пушки Возможно, Ларин пытался сделать отсылку к Александру Сергеевичу Но этого не понял никто Этот выпуск подходит к концу А до следующего у вас остается ровно неделя Для того, чтобы скрасить ваши ожидания Советую вам посмотреть художественный фильм «Форсаж 8» Сюжет которого действительно захватывает Доминик Торетто предает своих друзей ради спасения бывшей Которая родила от него сына Но все зря Потому что ее убивают где-то в середине Доминик вернется к друзьям И вместе с ними спасет сына Но главный злодей Шарли Стерон не умрет Поэтому ждите ее в следующей части Приятного просмотра С вами был Сергей Дружков До встречи На этом все До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok